Долгожданное и по-настоящему жаркое лето даёт все возможности для полноценного детского отдыха. Ласковое солнце и целебный морской воздух на побережье Азовского моря в нашем районе – всё это нужно, конечно же, использовать. И юные славянцы, окружённые заботой и вниманием, уже хорошо отдыхают. Лагерь детского отдыха «Ровесник» находится в удивительно живописном уголке природы Кубанского Приазовья. С первого летнего дня 85 творческих учащихся муниципалитета открыли для себя все преимущества смены «Счастливое детство», 14 дней которой наполнены интереснейшими мероприятиями, и это совсем не даёт скучать детворе. Здесь очень хорошо, вкусно кормят, также проходят конкурсы, викторины, спортивные программы. Я здесь уже второй раз. В первый день я подружилась со всеми отрядами, здесь мне очень нравится. Весь день у нас в лагере расписан, много мероприятий, ну никогда не скучаешь здесь. В первый же день школьники познакомились друг с другом и с воспитателями, и прониклись в домашнюю атмосферу, которая царит в лагере. Каждый отряд получил своё неповторимое имя. Те, кто увлекаются танцами, вполне могут здесь не просто поддерживать уровень своего искусства, но и совершенствовать его. Конечно, доступны и другие способы весело используя провести время. Мне нравится танцевать, потому что так я теряю свой страх на сцене. Это очень красиво, во-первых. Во-вторых, у нас очень добрый учитель, который всё очень красиво показывает нам, красиво нас учит танцевать. За эти 9 дней, которые я была, мне всё понравилось. Питание очень вкусное, программа весёлая, много разных конкурсов, поделок нужно делать, рисунки. Короче, весело. За две недели ребята здесь хорошо отдохнут, наберутся сил для успешного продолжения учёбы, откроют новые грани в своём творчестве. И этому всецело содействуют сотрудники оздоровительного лагеря. У нас замечательный педагогический состав Центра дополнительного образования города Славянска на Кубани. Они помогают ребятам реализовывать свои творческие навыки, и помимо них также и лидерские качества детей. Мы реализуем как массовые мероприятия вечерние, так и дневные тематические мероприятия, такие как изобразительное искусство, декоративно-прикладное. Также у нас много квестов проводится. Вот буквально вчера у нас был спортивный квест, который очень понравился ребятам. Ребята, которые занимались чисто изобразительным искусством, они попробовали себя в хореографии или же в театральном искусстве. Мы пытаемся, чтобы ребята увидели что-то новое, что-то интересное в лагерной жизни, и, может быть, увидели что-то, что они бы захотели в дальнейшем реализовывать в своей жизни. Да, ребятам здесь совсем некогда скучать. Для того, чтобы время пребывания в ровеснике стало незабываемым, прилагаются большие усилия. Особенно ценно, что ребята получают новые творческие импульсы для развития. То, что им дается возможность творить, самим изобретать, наша задача только направлять. То есть, фейерверк идей, почему я их и назвала серпантин, я им сама предложила, потому что они одно, другое. Я говорю, вы столько в голове фантазии, столько всего взрывного, давайте так. И, в общем, все согласились. Ну, интересно, немножко, как-то мне втянуться было после стольких лет передышки, но я прям в восторге. В лагере созданы все условия, чтобы ребята отлично отдохнули и окрепли. Каждый день будут организовываться увлекательные экскурсии, викторины, соревнования, игры. Словом, будет сделано все, чтобы ребята запомнили смену, как самое яркое событие своего лета. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!